Иное измерение русской культуры. Дидерот. Известник Европы. Читает Евгений Бразов-Брушковский. Кажется, что сама натура требует от Дидерота излишностей. А в умеренности своей он всегда принужден и неловок. Все, что он пишет скоро, лучше обдуманного и поправленного им. Письмо его о глухих, сочиненное им в одну ночь, есть лучшее его произведение. Когда ему читают книгу, голова его воспламеняется. Он мешает своей идее с идеями автора и думает, что автор – великий человек. Я не похож на критиков, – говорит он, – которые, читая книгу, наполняют карманы своим песком. Развернув ее, хватаю золотые блестки и доволен. Вы похожи на алхимистов, – отвечала я, – которые тихонько бросают в кошель свое золото и после уверяют, что оно там составилось. Чтобы писать о женщинах, – сказал Дидерот, – надобно обмакнуть перо в радужные цветы и усыпать строки блестящую пылью с крыла бабочки. Один человек употреблял сильные слова, которые не производили никакого сильного действия. Я слышу гром, – сказал ему Дидерот, – а не вижу молнии. Говоря с великою Екатериною, он изъявил ей свое удивление в рассуждении ей о великих сведениях. У меня были хорошие учители, – отвечала она. Несчастье с уединением. За день до своего отъезда из Петербурга Дидерот перешел к императрице. «Что могу сделать для вас?» – спросила она. «Вы уже все сделали, – отвечал Дидерот, вынимая бумагу из кармана. Вот мои остальные требования. Мирный трактат великой государыни с философом. Я подпишу его, не читая, – сказала Екатерина. Извините, Ваше Величество. Хотя цари не всегда обязаны соблюдать и читанные ими трактаты, однако ж прошу высушить мой. Статья первая. Ни рубля денег, чтобы я мог хвалить Ваше Величество, не думая дарить за подарок. Напечатано в журнале «Вестник Европы», март 1802 года, номер 6, страницы 129-131. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok